Потому что у нас есть конкретный пример. Я могу показать, что мы делаем, как делаем и как этот рынок выщупает. Это у нас практикуется. Отчет на почти 900 страницах по теме лазерная техника. Просто живем, посмотрели, вот там конкуренты, цены все есть. То есть то, что вы говорите, мы это все знаем. Другое дело, у нас нет денег, чтобы запатентовать за рубежом. Уровень доходов разного. Это порядок отличается, к сожалению. Мы не потентуем, потому что у нас... У нас жаление, если вы все знаете. Я так не просили рассказать. Я думаю, что вы все знаете. Ну, в целом, то, что вы говорите, на самом деле, все равно. Вам один из соседей аудитории собрать на аудитории и рассказать. Нет, ну, просто вы сравните отчетки, и у вас что-то аналогичное есть, или нет? Я работала в, как это называется, в стратегической департаменте Хьюлит Паккер. То есть я работала в юридической фирме, и нам Хьюлит Паккер заказывал так называемые ландшафтные патентные поиски. И они сразу выбирали с первого раза, как я его сделала. То есть я буквально специально работала на Хьюлит Паккер. И они меня приглашали в своих экспортерсах, в Либонии и в Калифорнии. И я тоже читала им и обучающие курсы, и делала для них ландшафт. И действительно, мне давали темы, например, прожекторный проектор, который проектируют. И я должна была собрать все патенты. Некоторые из них, ну, как бы просто смешать, да? Другие вот так сканируют быстро-быстро. Третьи для создания цветового эффекта используют три петра. Комбинируют три петра вместе, создавая вот эту цветную картинку. Четвертые там бегают по кругу. Ну, хороший, да. Вариантов полно. Одни используют такие проекторы, другие проекторы. И вот я делала вот такие отчеты, правильно вы говорите, на 90, ну, я не знаю, на 900, не знаю, на 90 страниц точных. Которые еще потом полировали для того, чтобы была красивая обложка. И все, я давала технический материал. То есть вот патентные ландшафты, которые сейчас практикуют в патентный офис России, они, мы делали их, и я как раз была обучающим специалистом, как это делать. Наталья, я прошу прощения, я извиняюсь, может быть, я как-то, вы обиделись на меня? Просто патентные ландшафты делаются на основе патентных исследований. Просто о этом почему-то не говорят никто. Ландшафт – это картинка, которая обоснула патентный отчет. Красивый. Да. Так что, если речь идет о каких-то бизнес-исследованиях, они могут там, ценовых и так далее, это может быть добавлено. Все, что я говорю, я говорю про патентную работу сегодня, и как часть, как я объяснила, это ключевая часть любого бизнеса. От изобретения к получению денег. Какой бы вы вариант ни выбрали, все равно он должен проходить через патент. Я объясню еще раз, почему, когда я не устаю повторять. Бело в том, что если вы выводите свой товар на рынок, и у него нет патента, очень большой шанс, что вы нарушаете чей-то патент. И на вас наедут так, что вам мало не покажется. То есть вы не только потеряете свой бизнес, но вы и без штанов останетесь, если вы вышли без патента, а у кого-то на это потеряете. Особенно, если это мощная компания, какая-то, не знаю, Боинг, Майкрософт, это раз. Второе, если вы вышли без патента, и вроде как на вас никто не наезжает, и вроде вы начинаете переговоры уже с кем-то о том, чтобы они вас инвестировали, или они купили вашу компанию, во-первых, вам очень трудно говорить, потому что им же нужно проделать всю вот эту работу, не конфликт ли у вас с кем-то, и все такое. То есть вы уже себя позиционировали слабо. То есть, во-первых, вас никто не хочет купить, во-вторых, вас, если хотят купить, то в 10-100 раз меньше, чем если бы у вас будет патент. То есть абсолютно имеет смысл получить патент. Я надеюсь, что я вас убедила. Про основные исключения. Первая часть. Вот то, что на вас наедут, и это будет просто страшно, а очень страшно. Я хочу вам сегодня рассказать еще про процедуру PPH. Pattern Prosecution Highway. PPH. Не RRM, а PPH. Значит, это такая договоренность между патентными областями разных стран России, Европы, Америки, Канады, Сингапур, Австралии, Израиля, многих других стран о том, что вы очень квалифицированные эксперты, и мы очень квалифицированные эксперты, и мы доверяем решению эксперта другой страны. То есть, если поступает к нам заявка, и я вижу, что в России она получила уже положительное решение, то я могу сказать, подать вот эту процедуру PPH, но она там оформляется особенным образом, и сказать, что, пожалуйста, американский эксперт, примите в сведение, что эта заявка уже получила патент в России. Это не гарантирует, что вам дадут в США, скорее всего, там что-нибудь будет, что какой-нибудь отказ будет, но все-таки, вот посмотрите, практически по процедуре PPH вероятность получения патента, ну, больше 80%, да, А по ПЕСПР процедуры PPH даже, говорят сейчас, вот 35% вероятность получения патента в США. Таким образом, понятно, что лучше... Получается, что патентное ведомство США может принять к сведению отчет о поиске, но не обязан руководствоваться им. А это все, это не только в США, они имеют в виду, но это не говорит о том, что они... Если у них закралось сомнение, они проводят экспертизу. Они всегда проводят экспертизу. Другое дело, что, например, как Сингапур может не проводить, вот если они получают заключение эксперта США в Сингапуре, они могут сразу выбрать. И, например, в Канаде, она не очень подсильна влияние в США, они просто сразу, так, как-то в лед мы получаем в Канаде, потому что, укачусь полгода, уже все и мало. Вот, потому что мы там подали по процедуре PPH. В Европе мы подаем, значит, PPH, потому что мы в Америке получили, подаем PPH, и так они такие вредные, они вот, они, так это бы еще хуже. Если что-то американский офис выдал, так мы так еще, мы что-нибудь еще такое найдем, чтобы вам отказать. То есть Европа за Америку у них такие, ну, не очень простые, так скажем, отношения. Вот. В чем заключается, в общем, процесс? Вы подали заявочку. И тут, я специально у меня был сейчас, в субботу, курс в Петербурге, спасибо большое Наталье Порисовне, я реально прошла по всем вариантам отказов. Вот какие отказы и что это означает. Как правило, первое, это формальный, там что-то там не так. Вы знаете, нам кажется, что ваши рисунки, вот, в левом квадрате третьего рисунка слишком разбыты. Вот. И я, значит, пишу, соответственно, пожалуйста, ну, значит, авторам, пожалуйста, мне перепадайте, третий перерисовать. Ой, ты наш художник уже куда-то ушиб. Мне не интересно. Либо мы сами перерисовываем, либо вы перерисовываете. Если есть требование формальности, мы переделываем однозначно, иначе заявка будет остановлена и выкинута. Вот. Второе. Второе, значит, как правило, сейчас, а нельзя и моду в США, если у вас заявка на метод и систему, в котором метод, ну, то есть одно и то же, да, устройство для открывания гаража и метод, ну, это уникальный, да, метод для открывания гаража, они это разделяют. Они говорят, что этот метод можно использовать с другим устройством, а это устройство можно использовать с другим методом, поэтому я разделяю, и, пожалуйста, платите мне за две заявки. Я пишу, значит, авторам или там, или Павел Циментом Поверенного, они говорят, а почему же вы нас сразу не предупредили? Ну, дело в том, что я не знаю. Иногда, по идее, это одно и то же. Вот. Но иногда, вот, эксперты, особенно часто в последнее время, разделяют. И в этом случае нужно подавать две отдельные заявки, доплачивать. Либо вы уж останавливаетесь на одном из них, либо на метод для него по новому устройству, либо вы подаете обе заявки. Вот сейчас у нас было из Москвы. там был какой-то присадки, катализатор. А, у нас был метод, метод нефтеобработки, само устройство, какая-то колонна для сортировки нефти и катализатор. И всё это было всё перемешано. Так вот эту заявку разделили сразу на три. Вот. Все катализатор, метод и само это устройство. И такие расстройства, но ничего мы не можем поделать. И часть могут пропустить, а часть отказать. Ну да, в этом случае вы дали всё, но... Да, да. Что-то могут разрешить. Части три патента получился. Да, что-то могут разрешить. Вот, особенно с лекарствами. С лекарствами, ну ничего только не придумывает наш патентный офис, чтобы отказать в самом лекарстве. Это ваше смысле? Да, АЭС-ПТО, да. АЭС-ПТО, да. Но метод лечения с использованием вот этого лекарства и приведённый эффект, особенно если метод там включает в себя, а ещё потом 10 дней делать вот это вот. Или ещё там, а ещё потом 4 дня там кушать и пробивать. А лекарство нельзя как дочерний привязать к методу? Ну, можно делать вот вторую заявку, когда черни... А нет, они разные. Они разные, уже они патент-литистимы. Это называется дивижнелл аппликейшн. Когда вот экзаменатор разделяет на несколько заявок... Давайте я вам... Это называется дивижнелл аппликейшн. Это когда мы подаём точно такую же заявку, но только формула изобретения другая. Вот мы такую большую написали заявку, там много-много всего. Меня попросили объединить в одну заявку прибор для отжимания сока роботом и прибор для трёхмерного принтера. Ну, мы написали всё это вместе в одну заявку. Но эти claims написали только про отжимания сока. Значит, потом мы можем как continuation подать вторую заявку, и там будет трёхмерный принцип, да? А прототипы и аналоги должны быть уже другие? Или могут быть одинаковые? Это можно вообще не писать. Там аналогов можно вообще не писать. Это так, по желанию. Можно писать, можно писать. Можно писать, да? Известно, что существуют приборы для отжимания сока. Без всяких ссылок. Нам не нужно никаких ссылок. Это задача эксперта-экзаменатора. Континейшенный импарт – это когда у нас есть изобретение, мы к нему частично добавляем что-то и подаем новую задачу. Это председательный импарт или, как мы его называем, CIP. Вот когда вам говорят CIP, вы будете подавать CIP? Это председательный импарт. То есть вы будете подавать продолжение вашу? Это CIP – это часто, ну вот, три года, да, или даже пять лет шло процесс от изобретения до получения патента. Мы вот его уже скоро получим. Я говорю, а хотите подать CIP? То есть вы же за это время уже этот прибор полностью переделали практически. Хотя пять лет уже совершенно новая модель. Там очень мало от прежнего. Но не хочется, чтобы предыдущий патент использовали для отказа последующего в комбинации с другими патентами. Я понятно говорю? То есть вот эти все варианты исключают первую заявку из отказа. Предположим, здесь русский патент – один, второй, третий. Вот, подаем первый патент. Подаем второй, третий идут. Ну, у нас уже были методы. Ну, нет, пусть у нас как-то есть первый, есть второй, есть третий. Они еще заодно и все, потому что там на шкарах. Как-то, ну, объединять вот эти первый, второй, третий патент. Как-то вот что-то такое сделать. При переходе на национальную фазу от заявки к сети вы подаете точно тех заявок к сети. А, все. При переходе на национальную фазу в другой стране от вашей российской заявки вы можете менять, ну, на всего чего вы хотите. Все, что хотите. Можете содержание менять, можете рисовать. То есть от национальной фазу от ПСТ можно менять? От национальной в ПСТ тоже можно. От национальной в другую страну тоже можно. От ПСТ на национальную фазу ничего не знаю. Вообще ничего. Кроме клейкс. Но клейкс можно переписать. То есть вы сначала должны подать ту форму клейкс, это формула изобретения, значит ту формула изобретения, которая написана в ПСТ, вы должны ее сразу подать. И до начала экзаменования, это все-таки еще два года, вы должны подать так называемые предварительные изменения формулы изобретения до начала экзаменования. И вы можете переделать всю формулу. Формулу не меняя содержание текста. То есть эта новая формула изобретения должна полностью базироваться на уже старом описании. Вы просто поняли, что формула изобретения написана нехорошо. Это, кстати, часто происходит, потому что в дизайне все-таки еще ничего, а поздно мы получаем изобретение на трех страницах, которые вообще не имеют смысла, потому что она настолько подробная, что ее обойти проще поступать. И поэтому мы предлагаем, что предупредение это есть. Просто там прямо написано, что лучше писать формулы. Так, и дивизионал – это вот когда у нас есть метод, у нас есть девайс, или там у нас есть система, или что-то еще. И вот если мы выбрали на первом этапе, например, дальше работать девайсом, то мы можем подать дивизионал на метод. Когда экзаменатор нам сказал, что они патентно различные, то второе – это называется дивизионал. И дальше, значит, первое – это мы получаем запрос на то, чтобы разделить. Второе – мы получаем отказ. Это называется предварительный отказ. Это называется Non-Final Injection. В принципе, экзаменатор делает экзаменование два раза. То есть первый раз, когда он разделяет метод, это не считается. А вот это первый отказ, он говорит, ваша заявка не является… у него нет изобретательского уровня. Это отказ по статье 103. То есть, если взять комбинацию вот этого известного и вот этого известного, вы добавили просто сеточку в этот кран, и совершенно очевидно, к какому результату приведет добавление сеточки. Поэтому изобретательского уровня, то есть вот этой вот неожиданности нету. Мы вам отказываем. И, соответственно, мы готовим ответ аргументированный и беседуем с экзаменатором, как я уже сказала. И следующим исааком у нас есть два варианта. Вариант 2А – это… Ты что? Арини-Ж. Решение Арини-Ж. Правильно. И вариант 2В – это Final Injection. Ну, что делать в первом случае? Вполне понятно. Сладить выпускную пошлину, думать о дочерних заявках, наливать шампанское и другие приятные вещи. А вот что происходит, когда у нас происходит Final Injection? Это же Final Injection. То есть, в общем, в принципе, он два раза претеменовал, и вы его не убедили. И он выпускает Final Injection и говорит, все, у вас патента не будет. Ну, в принципе, в этой ситуации, в некоторых случаях, наверное, надо отказаться, потому что… Ну, не получился патент, потому что, действительно, он очень близко и он нашел какие-то вещи. И вообще, я уже другой темой занимаюсь, а это я уже забыл. Когда это было, в общем, бывает. Либо же, следующим этапом идет Request for Continued Examination. Request for Continued, то есть, запрос на продолженное экзаменование. К сожалению, для малых предприятий оно сопровождается пошлиной 650 долларов. То есть, вы как бы по новой запускаете экзаменование и опять за него платите. Это обидно есть, обидно есть, но это если вы хотите продолжать. И вы подаете ответ, платите эту кошмину, и в лучшем случае вы получаете allow, в лучшем случае вы получаете non-final rejection. Rejection. То есть, мы пришли к пункту, это у нас ответ на вот этого. Это пункт 3. То есть, мы опять вернулись вот сюда. И у нас есть еще один шанс, то есть, вот эти 650 долларов, они дают вам два раза поговорить с экзаменатом. Первый раз это будет non-final или allowed, и уже второй раз опять final или allowed. А к другому экзаменату? Нет, это все с одним. Все с одним. Все с одним. При этом, в процессе request по контейнент-инзаменейшн нельзя изменять встание? Никогда нельзя. То есть, это фактически тот же самый патент, просто мы снова спорим. Мы снова спорим, мы меняем формулу, мы пытаемся обойти вот эти вот участки, чтобы мы тут не наступили, мы тут не наступили, мы тут, и вообще у нас все было. Вот, и мы вернулись, и наконец мы можем получить allowed. Можно.